Привет! Сегодня я хотел бы рассказать о своем новом приобретении. Вернее, оно как бы не то чтобы новое, а как вещь, а новое на сегодняшний момент для меня. Раньше это была вожделенная игровая приставка всей молодежи, сейчас ее можно купить в пределах 1000 рублей. Продают разные сайты, и вот я приобрел одну из комплектаций, это два туба джойстика, сама приставка 8-бит, что у нас тут еще? Пистолет, кабель для подключения к телевизору, адапта питания, какой-то картридж непонятный. А, ну вот, и для подключения к телевизору, я уже сказал. А здесь вот еще можно видеть технические характеристики, сейчас это очень смешно читать в современном мире, где у нас далеко уже агресс ушел вперед, там, компьютер. Итак, давайте откроем. А, ну и это как? Новая реальность? Венди, новая реальность. Раньше просто все стояли в огромных очередях, чтобы достать эту чудо-приставку. Итак, открываем. Что же у нас тут есть? Практически там, руководство по эксплуатации, какие-то две странички. Картридж? Вообще без каких-либо этикеток. Два турбо-джонтика. Вообще, в мире Дэнди очень любят употреблять слова «сурбо» и «супер» и «турбо». Непонятно, на какое причине. Все игры, многие игры называются, начинаются названия на «супер». «Супер» «Контра», «Супер» «Марио» и так далее. Так, у нас приставка. Картриджи вставляются. Ключи, включение, резет. И два подключения. Два порта для джойстиков. И подключение к телевизору. Аудио-видео. И вот. Подключение адаптера питания. Собственно, провода к телевизору. Пистолет. Какой-то странный пистолет. Дальше он выглядел по-другому и был намного больше, насколько мне изменяет память. Сейчас он выполнен в стиле пистолета Макаров. Ничего не. Полатиленовый металик отключен. И, собственно, вот давшийся элемент – это блок питания. Все. Давайте теперь попробуем ее подключить к телевизору современному. И посмотреть, каким же будет изображение на современном телевизоре. Потому что раньше первый телевизор, к которому я ее подключал, был, насколько я помню, вообще черно-белый. Для подключения к современному телевизору нам нужно иметь специальный разъем для телевизора. С одной стороны это интерфейсный разъем. В данном случае для Samsung. С другой стороны – выход с карты. Чтобы воткнуть, соответственно, аудио-видео-вход, нужно еще вот такой вот переходник. То есть, в данном случае мы имеем с карты с одной стороны, с другой стороны аудио-видео-вход или S-видео. И переключатель input-output. Нам нужен, соответственно, input, чтобы в телевизор подать сигнал от Dendy. Далее втыкаем его в переходник от Samsung, который к нему прилагался. И вот это вот подключаем уже к телевизору. А в ленде подключаем, соответственно, аудио вот сюда, белый к белому. И видео сюда, желтый-желтый. Также возможен вариант подключения к телевизору с помощью вот такого разветвителя тюльпана. То есть, помимо с карты, о котором уже было сказано, также можно подключить с помощью вот такой штуки. Аналогично, здесь вот видео, аудио. Всё, это не используется. Вот этим концом телевизор. Так, когда мы подключили к телевизору, соответственно, мы теперь должны подключить джойстики. Управляющий джойстик подключается всегда к левому разъему, а к правому разъему мы подключаем либо второй джойстик для игры вдвоём, либо пистолет, чтобы убирать соответствующие игры. Давайте в данном случае пистолет подключить. Дальше картридж. Вставляем плотно вот в этот разъём. Соответственно, нужно вот округлой стороной вперёд в данном случае. Вставлять нужно плотно, и не всегда получается, как выяснилось, запустить игру с первого раза. Соответственно, если не получается, нужно вынимать картридж и вставлять, пробовать заново. Видимо, это от дешевизны деталей. Вставлять нужно плотно до упора. Вот, в данном случае этот рычаг предназначен для вытаскивания картриджа. Как видно, он своей функции не выполняет совершенно. Поэтому, чтобы вынуть, нужно аккуратненько тянуть просто кверху, и всё. По-другому вытащить у меня, по крайней мере, не получилось. Давайте вставим. На телевизоре нужно выбрать, соответственно, внешний источник, который нарисован в виде скарты как раз. Дальше включаем Dendy. Как видно, графика не отличается вашим разрешением. Вот так вот выглядит картридж многоигровка. 10 тысяч или там 100 тысяч в одном. То есть, первая страница, в принципе, содержит все игры, которые есть на этом картридже. Все остальные страницы, это повторы по уровню. То есть, опять мы видим, есть Super Mario, Dark Hunt, Galaxian, что есть на этом картридже. FIFA Soccer и другие. То есть, ничего нового на других страницах мы и так и не нашли. Поэтому насладиться полноценно этим картриджем, играми для Dendy, в смысле, не представляется возможным. И сразу имеет смысл заказывать дополнительные игры. Так, давайте попробуем запустить Super Mario. Так, ну, я думаю, достаточно уже, чтобы было видно, как это выглядит. Еще посмотрим, как выглядит игра с пистолетом. О, нет, попал все-таки. Да, вспоминаю детство прям. Ну ладно, досталось. Из основных проблем, которые были замечены с этой приставкой, могу отметить следующее. Первое, что вот этот блок адаптер очень сильно греется, но эта проблема известна еще и в приставках, которые выпускают в 90-х годах. А также, как уже было отмечено, картриджи не с первого раза считываются. То есть, когда его вставляешь, на экране иногда появляются артефакты, никакого изображения. Для этого, чтобы это устранить, необходимо вытащить, почистить вот эти контакты спиртом и вставить снова. После этого должно все нормализоваться. На самом деле, насколько мне удалось сравнить, если использовать эмуляторы для компьютера, то графика, может быть, будет даже немного лучше. Потому что, может быть, она как-то оптимизирована под современные телевизоры. Не знаю. Но для меня имелось смысл именно покупать оригинальную DENDI. Не знаю, насколько можно назвать эту DENDI оригинальной. Та, которая была 15 лет назад. Но я хотел именно отдельный аппарат себе, чтобы можно было, независимо от компьютера, подключить к любому телевизору, в любой комнате, в любой квартире, относиться к друзьям и так далее. И не привязываться именно к компьютеру. И не тянуть провод от компьютера к телевизору. Вот и все, что я хотел, наверное, рассказать в сегодняшнем небольшом обзоре. Всем спасибо. Всем пока.